Я всех хочу поздравить с началом нашего традиционного турнира в памяти героя России, пограничника Вячеслава Токарева. Соревнования по грек-римской борьбе в честь пограничника Вячеслава Токарева в Барнауле проводят уже в 14-й раз. Его героизм при обороне границы России от таджикских боевиков летом 1994-го в этот раз собралось почтить более 200 спортсменов. Чтобы не проводить двойные соревнования среди юношей, было принято решение совместить турнир с отборочными. Участники борются за попадание в команду региона, поэтому на коврах только алтайские спортсмены. Когда соревнования являются отборочными, для многих наших тренеров алтайского края это более значимые соревнования, это не просто проходящие. Если они здесь не выступают и не попадают в сборную, соответственно, они в дальнейшем не отбираются на дальнейшие соревнования в составе сборной команды нашего региона. Задача эта непростая, ведь в регионе более 2000 борцов. Их число выросло почти на четверть всего лишь за два года. Связано это со стремительным открытием секций в районах и городах края. Однако они, конечно, пока не дотягивают до уровня школы Олимпийского резерва, куда мечтает попасть каждый борец. Здесь другой уровень ковра, то есть тут другие маты, другая покрышка. Ощущается намного лучше, потому что это новее все, весь инвентарь. Звук, тут намного лучше колонки и другая аппаратура. Ну а атмосфера просто другая, потому что зал намного больше. В этом году все соревнования по греко-римской борьбе в крае окончены. Однако дальнейшую подготовку никто не отменял. Тем более у спортсменов будет напряженное начало года в связи с многочисленными первенствами страны по разным возрастам. Первая из них стартует уже в январе в Московской области. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.